Доброе утро! В студии Олег Богданов. Мы начинаем наш утренний обзор. Ну и сразу я должен сказать о той ситуации, которая складывается на мировых рынках. Вчера американский фондовый рынок упал. На процент упали индексы Dow Jones и S&P. Немного меньше снижения в индексе NASDAQ. Сегодня ситуация более стабильная. Если мы посмотрим на фьючерсы, то фьючерсы на американские индексы подрастают. Здесь 1,2% рост. Дело в том, что в азиатском регионе, если посмотреть на то, как прошла торговля, она прошла достаточно спокойно. Японский индекс Nikkei вырос. Вырос корейский индекс на 0,6%. Ну а здесь главная проблема – рост американского доллара. Потому что индекс доллара продолжает подниматься. Значение в районе 89 пунктов и 0,7%. Иена японская – 107,70. Ну и несмотря на то, что данные были не очень хорошие, которые из Японии приходили, ситуация для японского фондового рынка благоприятна, потому что иена снижается. И вот рост доллара в последние дни, в последние 2 торговых сессии это происходит, он является главным фактором, который сейчас влияет на торговлю на рынке акций. Но помимо этого, рост американского доллара, конечно, связан с тем, что происходит на рынке облигаций. Вот это самая главная проблема сейчас в мире, ну, собственно говоря, в Соединенных Штатах. Дело заключается в том, что пока как бы игроки нервничают, некоторые, так сказать, высказывают опасения. Другие считают, что ничего страшного не происходит. Если рынок упал в США, то нужно покупать buy on dips, то есть покупая на падении. Эта психология и идеология, она остается. В основе лежит отчетность американских компаний, которая за прошедший квартал была неплохой. Вообще в основе лежит макроэкономическая ситуация, которая, в общем-то, является неплохой, судя по тем данным, которые приходили за четвертый квартал, за предыдущие месяцы. И вот это лежит в основе идеологии быков на американском фондовом рынке, на рынке акций, которые считают, что это временная коррекция. И дальше рынок только пойдет вверх. И 3000 пунктов по индексу S&P 500. Это такая ближайшая цель, которая в этом году может быть достигнута даже выше. Вот это лежит в основе идеологии быков. Медведи, те, кто сейчас начинает потихоньку менять свою позицию, свою ориентацию, говорят о том, что ситуация на рынке облигаций, если мы посмотрим доходность американских государственных облигаций, 10-летних, 2,89, но даже не на это надо смотреть, а надо смотреть на линейку, на то, что происходит между ближними и дальними, что происходит с двухлетними годовыми бумагами. Тут доходности резко идут вверх. И вот этот график, он очень интересный. Это график соотношения доходности между короткими и длинными бумагами. Вы видите, как вот этот конец кривой, короткий конец кривой, он постепенно поднимается. Идет так называемый флэттенинг сначала, то есть спреды между доходностями коротких и длинных бумаг сокращаются. Ну а самый страшный график, он может быть нарисован, когда кривая развернется. То есть вот этот ближний конец будет выше, чем дальний конец. Вот простите меня за такие сравнения. Но, в общем, ситуация здесь достаточно опасная. Опасная вот именно в этом контексте, если эта тенденция будет набирать оборот. А она, судя по всему, будет иметь силу определенную. Потому что вот на этой неделе объем размещений казначейства американского чуть ли не рекордный. 280 миллиардов долларов они привлекают. Общий объем размещений, общий объем дефицита оценивают в триллион двести, в триллион триста американских долларов. Гигантские суммы необходимо привлекать на рынке. И даже независимо от того, что происходит с инфляцией в Соединенных Штатах, казначейские облигации в результате увеличения предложения будут снижаться, доходность будет расти. А вот если с точки зрения кривой произойдут вот эти структурные изменения, о которых я только что сказал, ближняя кривая, ближний конец будет выше дальнего конца, это будет означать уже неизбежный конец позитивным данным макроэкономическим, которые приходят из Соединенных Штатов. Это конец роста и начало рецессии. Во всяком случае, вот эти сигналы, которые подает рынок облигаций, они всегда работали на рынке в Соединенных Штатах. И они вот заставляют опасаться за судьбу американского рынка акций, потому что рынок забрался очень высоко. Если мы посмотрим индексы, ПИ, там около 18-19 в индексе S&P 500. ПИ в индексе Russell до 90 доходило, да, это второй, третий шелом. А вообще малоликвидные бумаги, вы посмотрите на структуру этого индекса. Там сплошные закусочные какие-то обслуживающие сервисы парковок, заправок, гостиниц, игровых автоматов, немножко и сланцевого бизнеса нефтяного, немножко каких-то технологических компаний локального уровня. И, собственно, все. И больше половины компаний вообще доходности никакой, дохода не дают годового. Там отрицательные показатели. И ПИ у них получается 90 по индексу. Это, конечно, чрезвычайная ситуация. И, да, рынок подогревается надеждами на то, что все будет хорошо, все будет развиваться. Но экономика американская и так уже вышла на уровень потенциала своего. 3% это очень неплохой рост был в прошлом году. Уровень ВВП именно такой был в экономике США. Поэтому дальше что еще должно произойти, чтобы, так сказать, рост усилился? Вот сложно представить. Поэтому вот ухудшение ситуации макроэкономической, а об этом будут сигнализировать американские облигации. И в силу того, что сначала объем предложения будет толкать доходности вверх, а цены вниз, потом, может быть, инфляционная какая-то ситуация будет тоже подстегивать. ФРС в этой конструкции играть большой роли не будет. ФРС уже позади кривой, то есть он не догоняет ситуацию. ФРС даже сегодняшние протоколы, которые будут опубликованы в 22 часа по московскому времени, но, может быть, какое-то влияние произведут, но не имеет это такого большого значения. Они неизбежно должны будут повысить процентную ставку, исходя из тех данных, которые мы получили, исходя из уровня инфляции, который подрастает. Все опережающие индикаторы говорят именно об этом, о том, что уровень инфляции растет. И ФРС, по-моему, 20 марта, 21 заседание, они неизбежно должны будут повысить процентную ставку. Вот в этом главная сейчас проблема. И рынки, а особенно акции, находятся в очень опасной ситуации. Особенно фонды крупные, которые в большинстве своем, на 5-10 триллионов, трудно даже посчитать длинные позиции, объем длинных позиций вместе с производными, которые сейчас есть на мировом рынке акций, они все находятся в позиции Лонг-Онгли. И страховка у них, вот что самое интересное, в этот момент очень и очень опасная. Страхуются они, как правило, увеличением или уменьшением доли в казначейских облигациях, в так называемом активе-убежище. Но сейчас, в текущей обстановке, это не работает. Облигации тоже снижаются. Вы заметите, падал вчера. Ну и в предыдущие дни, когда было снижение, падают акции. Падают и казначейские облигации. Вернее, сначала падают облигации, это приводит к снижению акций. Вот эта конструкция, она очень и очень опасная, о чем я, собственно, вам хотел и рассказать этим утром. Особенно, вот смотрите, 2.26 влетает доходность сегодня с утра. 2.23 вчера вечером я закрытие смотрел рынка в Соединенных Штатах. Это 2.23, утром уже 2.26, при том, что десятилетние практически на месте. Стоят 2.89. Естественно, это будет работать в пользу американского доллара. Вот еще один момент очень важный. Да, несмотря на все, так сказать, тенденции, графики, линии технические и так далее, вот если это не работает, не работает страховка, не работают акции, впереди нас ждет рецессия в Соединенных Штатах, но это пока могут быть только настроения. Реальность, она может быть не подтверждена. То есть настроения могут быть не подтверждены реальностью. Есть такая шутка. Американский фондовый рынок дисконтировал 3 из 2 американских рецессий. 3 из 2 состоявшихся рецессий. А вот рынок может на опережение играть. И вот эти только опасения того, что ситуация может ухудшиться, могут изменить общую конструкцию. И вот здесь, с учетом того, что у фондов очень серьезная проблема с хеджированием, хеджироваться нечем, позиции длинные в долларах минимальные, их мало. То есть меньше 10%, даже не знаю, это кэша просто 11-12%. А сколько долларового кэша никто не считал. И вот посмотрите, золото не работает, золото снижается. Все валюты против доллара снижаются. Облигации падают. И остается единственный инструмент в данной конструкции, который, кстати, и будет основным инструментом глобального маржин-кола, это американский доллар. 1,23. Смотрите, как падает евро с утра уже сегодня. 20 минут назад другая картина была. Иена 108,83. Ну и по фунту сегодня, кстати, по Великобритании данные важны. Давайте посмотрим, что было. Ну, не очень хорошая статистика была по Австралии. Австралийский доллар 0,8850. Да, правильно, я не ошибся. Там быстро меняется. 0,78. Извините. 0,78 уже 46. И японские данные тоже не очень хорошие. Деловой активности снизился. Ждем мы ПМИА и по европейским странам. Это активность в промышленности, я так понимаю. И в 12.30 безработица британская. Вот это для фунта будет сегодня такой момент определенной истины. Вечером в Соединенных Штатах данные по ипотечному кредитованию. Недельные, кстати, обратите на них внимание. Эта статистика сейчас в контексте роста доходности приобретает особое значение. Смотрите, там есть показатели изменений за неделю и соотношение за месяц и за год. Вот этот коэффициент надо учитывать. Индекс общий и индекс рефинансирования. Естественно, и ставки по длинным ипотечным кредитам к Джамбо Могич тоже имеют значение большое. Так, Марк Карни выступает. Так, денежно-кредитная политика. И, собственно, в 18.45 PMI американский. И в 18.00 продажи на вторичном рынке недвижимости. В 22.00 протоколы ФРС. Вы видите, с утра доллар укрепляется, рубль российский. Здесь аналогичная ситуация. Но несмотря на то, что общий такой позитив сохраняется по отношению к рублю, вот эта глобальная турбулентность, которая может возникнуть, и проблемы, которые зреют, а проблемы очень и очень серьезные, они, конечно, опрокинут и рубль в какой-то момент, несмотря на общий позитив. Тут все это сохраняется, позитивное настроение. Но будут избавляться от всех активов. Пострадают активы Emerging Markets, в том числе и рубль. Здесь нужно учитывать, что он быстро может допрыгать до 60. Это мы видели буквально пару недель назад, как это бывает. И, собственно, нефть. Аналогичная ситуация. Данные сегодня, кстати, по нефти выйдут. В нефти при продаже всех активов тоже будут присутствовать достаточно серьезные продажи. Поэтому с технической точки зрения картинка уже такая слабо растущая, я бы сказал. Если уровень 62 не устоит, значит, быстренько уйдем мы на 60, а то и на 58 долларов за баррель по бренду. Вот я бы такие перспективные цели в случае глобальной турбулентности, если она возникнет, рассматривал. И фьючерсы тут ситуация будет быстро меняться. Вот здесь за этим, конечно, нужно наблюдать за фьючерсами на американские индексы. И, конечно, главное это вот эти спреды, вот эта динамика коротких бумаг, динамика длинных американских казначейских бумаг. За этим наблюдайте. В этом главная опасность сейчас на мировом рынке. Это вся информация. С вами был Олег Богданов. Всего доброго.